Зоопарк деревня в городе в Центральном парке Видного открыл свои двери для посетителей два года назад, в июне 2018-го. С тех пор видновчане с семьями ходят сюда, чтобы покормить и погладить его обитателей. Енота Мартина, козлика Валеру, лисичек Шелдона и Эми, олененка Косю, пони по кличке Клич и многих других. Почти у каждого из них нелегкая судьба. Многие были выкуплены из пушных ферм, закрывшихся контактных зоопарков и у недобросовестных хозяев. Серебристо-черный лис, его зовут Шелдон, это первый житель нашего зоопарка. Я его лично воспитывал с двух недель и его содержать было бы не так дорого, если бы не его детские болезни. Сейчас, слава богу, они все ушли, он полностью здоровый мальчик. Зоопарк пережил непростое для него время – зиму, когда работал в убыток. А два месяца назад и вовсе вынужден был закрыться из-за пандемии коронавируса. Сейчас мы находимся в такой достаточно тяжелой ситуации, потому что парк закрыт, мы не имеем абсолютно никакой выручки. Единственная сейчас помощь, которая поступает, она от неравнодушных людей, которые нам перечисляют средства через наш сайт. В зоопарке живут 46 домашних и диких животных. На их содержание ежемесячно требуется минимум 150 тысяч рублей. Плюс зарплата работников зоопарка – оплата услуг ветеринара. Пожертвований, естественно, не хватает, но руководство зоопарка не опускает руки. Мы устраивали несколько раз в инстаграме посещение. В стиле онлайн люди могли зайти на наш сайт, купить корм для животного, и мы бы в прямом эфире их покормили от лица этих людей. Сейчас зоопарк просит помощи в социальных сетях и ищет животным-опекунов, которые могли бы частично оплачивать расходы на кормление. В Витновском зоопарке над животными можно оформить опекунство. Своих опекунов ждут, например, кони, сова, кролики, козлики и вот такой енот по кличке Марсин. Животным также очень не хватает общения. При нашем появлении все его обитатели заметно оживились. С ними здесь находимся практически постоянно. Кормление у нас проходит утрем обязательное, вечернее обязательное. В течение дня это вот такие вот для них лакомства, угощения, так как они очень скучают и нам приходится больше уделять внимания. Сейчас сотрудники зоопарка планируют обустроить клетку для нового жильца годовалой норки Шеми. Зверька забрали с пушной фермы прямо перед началом забоя. Пока Шеми живет в квартире Михаила Трейстера и снова учится доверять людям. Но совсем скоро переберется в свой новый дом, который, как надеются сотрудники зоопарка, откроет свои двери в самое ближайшее время. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.